В Белгороде-Днестровском появится 8 новых спортивных площадок. Именно такое решение принял депутатский корпус в рамках пленарного заседания 18-й сессии. Собрание состоялось 12 июля в Белгороде-Днестровском исполкоме. В зале присутствовали 44 депутата Горсовета, что соответствует кворуму. Также в работе приняли участие представители районной власти, руководители отделов и управлений Горсовета, представители правоохранительных и контролирующих органов, общественных организаций, предприятий и средств массовой информации. Нынешняя повестка дня включила 37 вопросов. Основная часть работы заседания касалась земельных отношений и аренды имущества коммунальной собственности. Большинство участников сессии приняли решение о предоставлении разрешения на разработку проектов землеустройства по отводу земельных участков в постоянное пользование в Белгороде-Днестровском. Результат принятого решения – в список мест под оборудование спортивных площадок вошли 8 земельных участков по улице Лозо, Победы, Леона Попова, Молодежной и Солнечной. Не исключено, что количество будущих мини-стадионов пополнится еще одной спортивной площадкой по улице Экономической. Ситуацию с этим земельным участком депутаты решили изучить дополнительно, но были и те, кто был не согласен решением рассмотреть этот вопрос позднее. Что мы тянем сегодня? Дети не имеют возможности ни летом, ни 1 сентября заниматься отдыхом своим. А мы тянем так, что потом ни озеленение в том микрорайоне не сделаем. И не только участок земли по улице Экономическая вызвал бурное обсуждение собравшихся, но и пятно на карте города по адресу Победы 34. Дело в том, что Белгороднестровский морской торговый порт предложил привести обозначенный земельный участок в надлежащее состояние за свой счет. Но администрация морпорта оборудует спортивную площадку только после того, как получит ее в постоянное пользование. Это и вызвало бурное обсуждение участников сессии. Своё видение ситуации рассказал представитель администрации морпорта. Когда вы видели там последнего ребенка, в последний раз, там она стоит уже лет пять, туда никто не ходит. Асфальтное покрытие разрушено полностью. Порт хочет сделать там хорошее, всесезонное, всепогодное покрытие, вложить туда деньги и пользоваться, как и портовиками, и проводить соревнования, и городские, и местные. Поэтому я не вижу никаких особо препятствий. Но это вот сейчас просто... Подождите, если вы примете решение, целевое использование не поменяется. Примите решение так, чтобы целевое использование не поменялось, и всё. Там никто не собирается баню строить или там ещё что-то. После напряжённого обсуждения вопроса, секретарь Горсовета предложил следующее. Исключить из перечня проекта решение, вот есть проект решения, у вас тут перед глазами, если подождать, я всегда подождать для всех. А чтобы передать? Пока не передать, пока исключить. Понятно, да? То, за это предложение, прошу проголосовать. Надеемся, в ближайшем будущем все спорные вопросы будут закрыты. И горожане смогут тренироваться и заниматься спортом на площадке по улице Победа, 34.